Ярсалинцы возрождают тепличное хозяйство. Огурцы, редиска, клубника и зелень. Все это можно выращивать в теплице или на балконе, и круглый год есть свежие, экологичные, а главное, бесплатные овощи и фрукты. Выращенные своими руками вкуснее и полезнее покупных. Какие шедевры способна родить земля в руках заботливых хозяев, расскажет Антонина Сирасхова. Молодой огородник бережно срезает листья с огуречных кустов. Навыки агронома сохранились с детства. Вырос в деревне, поэтому особых сложностей не было, говорит Сергей. Главное быть трудолюбивым, ведь огородничество – ответственное занятие. Нужно приложить множество усилий для получения хорошего урожая. Необходимо подготовить грунт, в нужные сроки выбрать, купить и посадить семена. Это нелегкий, но окупаемый для семьи труд. До этого садил перец, вот только зацвели, лук, лук уже все собрали, в редиску, в редиску тоже уже сорвали все. Ну, сейчас, на данный момент, растет помидоры, огурцы и перец, и укропчик. А каков объем был урожая? Ну, в неделю где-то килограмм семь, семь-пять килограмм собираю огурцы, а помидоры только вот пошли. В недалеком прошлом тепличное хозяйство было хорошо распространено среди ерселинцев. В этом можно убедиться, проехавшись по улицам районного центра. Самодельные построения, некогда служившие своим хозяевам, печально стоят в некоторых дворах. Сегодня огородничество снова возрождается. Ухоженные теплицы, облагороженные территории двора радуют не только самих хозяев, но и прохожих. Растут на грядках разные вкусности и полезности. Вячеслав заботливо проходит со кисточкой по цветам клубники. Так происходит искусственный процесс опыления, ведь в теплицу пчелы не прилетают. Он одним из первых занялся выращиванием этой капризной ягоды в Ярселе. Уход за ней, она как девушка, как говорится, это ягода. На коленках не постоишь, значит ничего не поешь. Это правильно, так в народе ее назвали. Так оно и получается. Уход очень сильный нужен был. Особенно, когда жара у нас здесь была сильная. Водичку я приношу с берега. Воды уходило в сутки 120 литров. Первую клубнику мы собрали, попробовали уже в мае. Она на окошке еще была дома, как бы еще не усаживалась сюда в теплицу. Попросив несколько огурцов у местных огородников, мы решили провести народную дегустацию. Для этого дополнительно приобрели привозные огурцы, чтобы ярселинцы определили, какой продукт вкуснее – магазинный или домашний. Всего в голосовании приняли участие 19 человек, проходивших возле Центра национальных культур. Даже сладкие вкусные. Тебе мне нравились больше. Разница есть, да? Да, у них много воды. А в этих первых невкусные. Значит, вы голосуете за? Да, за эти. Эти тепличные, они более такие мягкие, сладкие. А вот эти – магазинные, потому что они твердые. В одном из этих стаканчиков находится… В одном огурцы тепличные, в другом – магазинные. Ты попробуй сначала одну, потом вторую и проголосуй, которая тебе больше понравится. Как на вкус? Такой сочный. А теперь вот этот. Вот этот тепличный и этот магазинный. Замечательно. Ты правильно угадал. Твой голос ложим к тепличным. Ну что ж, наш эксперимент, так сказать, народной дегустации закончилась. Теперь почитаем голоса. Здесь были тепличные огурчики. Как мы видим, здесь больше голосов. Значит, победили тепличные огурцы. Спасибо. Спасибо.